Вы, и мы очень рады вас видеть. Мероприятие называется «Как найти свое призвание». Сегодня он вам будет читать лекции, также сегодня является организатором у нас Евгений Балшикович. Мы сегодня с ним уже познакомились, а кто-то даже занимается на курсах. Еще раз спасибо вам за присутствие. Переходите к нам на следующее мероприятие, которое состоится завтра у нас в 11 часов. Мероприятие также для школьников, мы будем очень рады вас видеть и ждем ваших прекрасных отзывов в конце этого мероприятия. Ну что, открываемся? Спасибо, Катя. Меня зовут Женя. Жень. И Дима. Ты, может, и так все услышишь? Слыши себе. Ну ладно. Мы вместе с Димой завтра будем вести курс для школьников «Стань предпринимателем». Мы попозже подробно об этом расскажем. Сразу скажу, что не пугайтесь, сходите, попробуйте. Это не только для тех, кто хочет заниматься своим бизнесом или чем-то еще. А и для тех, кто… Это будет полезно вообще всем. А кто значит, кто такой предприниматель вообще? Кто-то, кто? Предприниматель. Это тот, который создал свой бизнес и ведет его в чтение недолгого времени? Не только. Просто, который занимается своим любимым делом и пытается его продвинуть. Точно. Правильно, да. Вообще, фраза предпринимателя – человек, который предпринимает что-то, чтобы изменить мир вокруг себя и свой собственность. Которого не устраивает то положение дела, которое у него есть, и он хочет привнести что-то полезное. Вот курс этому будет посвящен, как стать предпринимателем и как найти свое призвание. В принципе, это один из блоков этого курса. Завтра в 11 часов здесь же, в этом же здании, но на 11 этаже. Так что всех вас заранее приглашаю. А до того, как начнем основную программу, я хотел бы узнать, зачем вы сюда пришли. То есть, какие у вас вопросы? Какие у вас вопросы есть, чтобы у нас есть программа, но хотелось бы ответить на то, на ваши запросы, с которыми вы пришли. Вы же прочитали, да? Вас что-то заинтересовало. Как найти себя? Как найти себя? А, что? Фонарик, туман, берутся, флоренция. В мире экономики. А? В мире экономики, бизнеса. Именно бизнеса. Каким бизнесом заниматься? То есть, как найти, ну, интересную деятельность, да? В бизнесе. Еще? Руки. Ну, кто о чем хочет узнать? Спрашивайте, потому что мы... Просто хочется понять, что и как лучше сделать, и услышать это от людей, которые уже опытные. Хорошо. А что делать, чтобы что? Чтобы достичь поставленных тобой, ну, то есть, моих целей. А какие у тебя цели? У меня цель стать журналистом и действовать по... То есть, как стать журналистом? Ну, не то, чтобы достичь целей. А как стать самым крутым журналистом? Ну, высокоплачиваемым журналистом, правильно? Ну, не так же. Еще раз. Кто кем хочет стать? Ну, давайте тогда поехали. Начнем. Давай о себе расскажем. Вообще, почему меня эта тема волнует? Я сам в вашем возрасте задумывался о том, кем мне стать. Вот. Я хорошо знал математику, закончил лицей и пошел в минет. Причем пошел на... Лишь бы закончить. То есть, там, чтобы армию в армию там не ходить и так далее. Вот. И пока учился, я понял, что что-то не мое. Вот. Я начал заниматься всем подряд. Я... Мы начали проводить «Ночек кино». Кто-нибудь слышал про «Ночек кино»? Да. Кто-нибудь был на «Ночек кино»? А в Зеленограде? В Зеленограде. Да, в Зеленограде. Проходило два года назад. Мы где-то год этим занимались. Вот. И вроде бы классно мы в кинотеатр «Электрон», пока он еще работал, набивали ночью 700 человек. Это прям была огромная тусовка. Смотрели фильмы. Всю ночь. И вроде было весело, но что-то как-то не цепляло. И я подумал, в чем дело-то. Потом я понял, что я сам-то фильм не особо люблю. Я даже в кинотеатр не хожу. А при этом я зову людей, вон, пойдемте смотреть со мной фильмы. Вот. Это меня не зажигало. То есть, это было не мое. И я задумался, а чем же мне это надо заниматься. Вот. И вот, отвечая на этот вопрос, я перепробовал кучу всего. Мы сегодня с вами будем делать упражнения. Ребят, заходите. Мы сегодня с вами будем делать упражнения, которые мы с Димой проделывали для себя. И благодаря которым я лучше стал понимать себя. И, наконец, нашел. А я немножко про себя расскажу. Я вообще, в принципе, человек, который... Я когда учился в школе, с 9 класса я ушел в лицей. Потому что мне мама сказала, что 852 школа – это не та школа, которая меня чем-то научит. Вот. Ну, я не знаю. Я с ней не особо был согласен, но пошел в лицей. В лицей был при педагогическом колледже. На самом деле, хорошо, что я туда попал. Там меня много чему научили с точки зрения уровня знаний. Я узнал, что такое другой уровень знаний. Как вообще нужно, ну, не знаю, учиться. Потому что в школе я не учился. В школе я был предпринимателем. Нужно было что-то предпринимать, чтобы как-то закрыть четверть. Там еще что-нибудь. Вот. Ну, такая базовая предпринимательская деятельность. Я думаю, у каждого из вас она есть. Вот. В институте она еще лучше становится. Вот. Когда я уже учился в колледже, ну, я пошел в колледж, потому что, ну, туда я шел автоматом, а все остальные места нужно было сдавать экзамены. Тогда не было таких вещей, как ЕГЭ. Вот. И участвуя на первом курсе колледжа, я прошел курсы дизайнера компьютерной графики, потому что нравилось. Потом на первом же курсе колледжа я организовал первую свою оптовую компанию. Мне было тогда 20 лет. С нулевого почти практически капитала. 50 долларов было стартовый капитал. Я завтра об этом более подробно расскажу. Вот. И как-то по наитию получилось, что я в 24 года сел на автоматом. У меня компания до сих пор работает, и мой друг управляет. Но в 24 года я уже ничем не занимался. У меня просто ушел пассивный доход. И я начал как-то дальше искать себя. И шел в разные компании, устраивался на разные должности. Там работал агентом недвижимости, в типографии работал, менеджером и коммерческим директором работал. Вот. Меня тупо плохо воспринимали люди, когда я просто приходил в компанию. Мне 24 года, там менеджеры сидят по 35. Я их пытаюсь научить делать холодные продажи, звонки, показываю, как в инком недвижимость можно прозвониться и загрузить типографию заказами. Они просто, знаешь, смотри, дурака вообще. Ты вообще, чувак, делаешь? Зачем? Они в кур туда шпилились. Там была игрушка такая, куры. И вот они в нее сегодня не играли. Это считалось у них вообще нормой в жизни. То есть это было прикольно, когда ты этим занимаешься. Если у тебя там крутой уровень в компании по курам, ты считался крутым менеджером по продажам. Вот. Я просто понимал, что это как-то не мое, я из этой компании ушел. И организовал, совершенно случайно, я организовал свою компанию. Мы начали делать сайты. Ну, я сначала сделал первые три сайта. Первый сайт я сделал сестре, вторые два сайта я делал бесплатно. На фрилансе просто подал заявочку, люди ответили, я сделал сайты. Мне почему-то денег все равно заплатили. Я думаю, я не прошу денег, мне платят. Я думаю, может оно. Вот. И как-то так получилось, что меня всегда к этому истории творчества тянуло. И тут я, сама меня жизнь вывела на тот формат, я начал заниматься любимым делом. И на сей день я занимаюсь тем, что я, у меня есть веб-студия, я занимаюсь тем, что я организовываю бизнесы для людей, помогая им в бизнесе сделать, как бы, какие-то определенные результаты. И почему я этим занимаюсь? У меня, вообще, тот курс, который мы начали создавать, с Женей в команде, еще там есть люди, завтра с ними познакомиться, кто придет. Это курс, который, ну, вот мне бы лично очень сильно не хватало. Вот, если мне кто-нибудь когда-нибудь в том формате, когда я был еще школьником, этот курс предложил, я бы двумя руками и ногами за него взялся бы. И вот, ну, это то самое, которое открывает, вот, для меня суть. Мы сами, когда создали курс, у нас в самих создалось желание его пройти. И мы сами его проходим, вот, с неким опережением, перед тем, как мы будем его участвовать в этом курсе, доносить эту информацию вам, мы проверяем это дело на себе, работает ли работает вообще, насколько хорошо проделываются домашние задания самими нами. Ну, насколько хорошо мы их сами раскрываем, тематику. Ну, вот, собственно говоря, одна из тем, которые мы делаем, я вот сегодня, например, делал домашку, делал домашку по этому курсу, по этому, к этому уроку. Вы сегодня тоже этим займетесь? Да. Немножко расскажу о себе. Я сейчас, у нас курсы хорошист в Зеленограде, и мы сейчас еще открылись по франшизе в Красноярске. Вот, я нашел себя в образовании, в репетиторстве. И я, на самом деле, давно начал заниматься репетиторством, как только закончил школу, я сдал ЕГЭ и понял, что могу помочь. И получилось так, что моя бабушка посоветовала меня, своей подруге, как суперматематика. Бабушки, они всегда так делают. Они... Бабушки, прошу знать тех, кто посоветовался. Да, всегда преувеличивают способности. И меня посоветовали девочки, в 8-м году мне тогда было, в 19 лет, в 8-й класс объяснить квадратное уравнение. Ну, что можно быть проще? Вот. Может, она тебя схватывала просто? Разница в возрасте. Ну что? И меня удивило, что я пришел на час, мы с ней поболтали, а потом мне дали денег. Потом я снова пришел, мы снова классно провели время, пообщались, я ей объяснил, как режиссер-математика, мне снова дали денег. Я думал, блин, так можно? Ну, то есть... А что, так можно? То есть ты просто приходишь, общаешься. Отлично, это меня устраивает. Вот. Но я как-то не... Я не хотел быть учителем. Я не мог отдаться полностью преподаванию, потому что в школе, глядя на учителей, я смотрел, как им эта работа не нравится, какие они уставшие, какие они злые, и я думаю, нет, я не буду учителем. И меня это очень долго останавливало. Вот. И вот много таких моментов, которые и наверняка и вас останавливают перед тем, чтобы заниматься тем, что вы на самом деле хотите. А я был учителем. Я как раз вот после лицея пошел в колледж. Это был педагогический колледж. У меня учитель математики 5-9 классов. Прямо жопа работа. Вот. Вот это как учителя... Помимо того, что ты занимаешься деятельностью, которая действительно полезная, тебя облагают... Ну, сейчас не знаю, как бы раньше было прям очень много, нужно было бесполезно на работу. Я ее не понимал и как бы ушел оттуда. Вот именно поэтому. Так, к чему это вообще? Есть. Да, к тому, что вы задумывались уже, кем вы будете после института? Вот. У нас есть журналист еще. Звукорежиссер еще. Учитель. Учитель? Отлично. А сколько... Ребята, какие вообще вы знаете профессии? То есть вот, если мы сейчас скинемся, профессии все выпишем, какие они бывают? Давайте так, вы будете называть профессии, которыми хотели бы стать. Космонавт! Отлично. Ты так молодец даже. У тебя там какая была? У тебя там... Стюардесса. Стюардесса. Творческие профессии, как актер, певцы, ну, всякое такое. Хорошо. Музыкант. А какие самые прибыльные профессии? Метеоролог. Во всем прибыльные профессии нужно очень хорошо вместе... Нет, ну а какие они? Связаны с политикой. Связаны со сценой, политикой, и, мне кажется, медицинансами, публично. Вы специалисты востребованы. А какие самые сложные? Политика. Самые малооплачивые. По-моему, простые. Очень простые, связанные с наукой. Ну, разные люди бывают. А может быть, ответственные, за которые ты несешь, например, профессии? Хирург, я же говорила чуть-чуть. Ну, например, отличная профессия. Пилот, хирург, пожарный, ЧС, врачи. Директолог. Очень непосредственно. А вообще сколько профессий есть? Вот мы сейчас перечислили там, ну, 10, 15... Ну, одну миллионную. Ну, давайте прикинем, какие идеи. Сколько профессий? Ну, невозможно присчитать. А если бы было возможно? Ну, допустим, люди работают, да, в профессиях? Вот сейчас возьмем все существующие профессии и соберем. Сколько их будет? 7 миллиардов. 7 миллиардов. Ну, почти. Близко, близко. На каждом человеку. На 2 миллиарда разделить. 3,5 миллиарда? Ну, как так. По-моему, одни вокруг. Одни инженеры, врачи, экономисты. У каждого 3 миллиарда менеджера, 2 миллиарда врачей. Нормально. Еще миллиард безработные. 3 миллиарда, из них 2 миллиарда 990, там, вот так, да, это менеджер? Есть список, в интернете можете поискать. По-моему, называется «Алфавит профессий». Там 20 тысяч. То есть кто-то сел и 20 тысяч раз написал профессию. Причем не просто написал профессию, а еще и о чем она и какие требования. Ну, не факт же. Ну, причем это эскизок. Потому что у каждой профессии свое ответвление. Так. То есть, возможно, это 20 тысяч разветвленных профессий, но это не важно. Это 20 тысяч, то, чем вы можете заниматься. Вы сейчас, даже мы не перечислим, а сейчас будем сидеть. А что самое прикольное, когда я был, к примеру, в школе или там в начале института, не было таких профессий, профессий как директолог, скриптолог. Директолог тот, кто Яндекс Директ настраивает для компаний. В Яндексе были? Там с первой три строчки реклама. Вот это очень сложная и большевая профессия. Эти строчки. Это просто для меня есть люди, которые это работают. А есть такие люди, как скриптолог. Это человек, который скрипты пишет. А скрипты – это алгоритм. Не обязательно… Алгоритмы есть такие вещи, как алгоритмы продаж. Вот чтобы… Если вы звоните в какую-нибудь компанию, с вами менеджеры вежливо общаются, к примеру. И кто-то им написал, как разговаривать. Вот есть профессии людей, которые пишут, как разговаривают другим людям. Ну, и это очень востребовано, между прочим. Просто когда вы доживете до нашего пенсионного возраста, вы тоже узнаете, появится куча разных профессий, где-то 20 тысяч он постоянно пополняется. То есть, собственно говоря, вы можете сами создать профессию. Вы можете быть кем угодно вообще. Абсолютно кем угодно. То есть, не обязательно выбирать вуз даже. То есть, если ваш… То, кем вы хотите стать. Если нет такого обучения в вузе, не идите в вуз. Ищите, где вас научат тому, кем вы хотите стать. Ну, то есть, если вы хотите стать… Давайте какую-нибудь экзотическую профессию, которую в вузе не учат. Которая какая? Ну, не обучает. Подводный сварщик. Подводный сварщик. Подводный сварщик. Как стать подводным сварщиком? Где-то работают. Ну, да-да. Ничего какого. Дайвер закончить какие-то. Да, например. Вряд ли дайвингу учат или серфингу, например, в институте. А у меня вот друг уехал в Египет и там открыл школу серфинга. После мета. А важно вообще найти призвание? Конечно. Почему? Потому что это будет связано… Ну, вот сейчас мы учимся в школе. И нам важно понять наше дальнейшее призвание, потому что это вся наша будущая жизнь. Ну, а вот почему не пойти в МИЭД? Зачем искать призвание, когда можно пойти в МИЭД и закончить там факультет, а потом работать? Потому что это будет не любимое дело, и оно будет нехорошо. Да, призвание – это обычно любимое дело, чем ты хочешь заниматься. А чего ты кайфуешь, да? Да. Ты прямо вот кайфуешь и получаешь деньги. Это самое вообще… Это как видите. Вот это счастье, да. Вот это счастье, когда ты кайфуешь, еще деньги получаешь. Но если не найдешь профессию, если не найдешь себя, то ты можешь заблудиться. Я вот тут ехал в такси и по радио слушал новости. И там рассказывали, как аферисты приходили в квартиру под видом каких-то там налоговых органов и переписывали якобы номера купюрки. Это их призвание? Пятитысячных, подожди. Это профессионные. То есть, ну вот, этот человек, ну и потом их деньги воровали, соответственно, деньги пропадали. Это насколько нужно быть креативным, чтобы вот это придумать, насколько нужно быть актером, чтобы сыграть вот это вот, прикинуться этим человеком, и насколько нужно быть психологом, чтобы войти в дарение. Это какой талант пропадает? Вы нас сейчас подвлекаете? Нет, наоборот. Талант пропадает. Да, ну, соответственно, людей сажают, хотя они проявляют свои таланты. Просто не туда. Потому что они, ну, вот, не поняли, чем задеваться. Первое, про что не надо забывать, это про закон. Да, то есть, закон это самое важное, которое, ну, много хороших идей, и там людей могут пропасть только из-за того, что... Вот, например, по курсу. Я очень сильно хотел заставить всех участников зарабатывать деньги. Но по законодательству Российской Федерации я не могу этого сделать. Эксплуатации, действительно. Да. Что-то типа это там, да. Именно поэтому нам пришлось изменить курс. Но у нас курс пилотный, нам нужно показать кейсы. Если кто-то из вас будет, я очень буду рад вам помочь сделать какое-то дело и подтолкнуть вас к действиям, которые вы решите сами. И, собственно говоря... Да, давайте начнем. Перейдем от дела к практике. Да, например, мы вам сказали, что бывает дело, которое связано с законом, с плохой стороны, то же самое хакерство. Вроде в законе прописано, что хакерство запрещено в России. Но при этом многие банки, предприниматели, компании нанимают хакеров. Да, есть всегда белая и черная сторона. Есть хакер, который взламывает нас, а есть хакер, который защищает нас. А есть хакер, который взламывает, чтобы потом узнать ошибку программы. Да, да, тестер, когда он уязвимости ищет. Да, это отличное проект. Это еще интереснее защищать информацию. Это еще интереснее, чем ломать. Можно ломать, а можно создавать. Еще к чему я говорил-то, забыл. Мы с вами можем строить закон. То есть на рынке я буду говорить вещами, я просто продаю всю жизнь. Лет 10 у меня был первый кейс, когда я продал машинку его владельцу. Мы можем с вами писать законы. То есть тогда, у меня есть мечта вообще на самом деле. Если этот курс будет удачный и создастся на рынке обучения, обучение, скажем так, потребность у вас в том, чтобы вас вуз обучал именно тем профессиям, которые вам нужны, именно тем знаниям, которые вам нужны, и вы прям требовали от этого вуза эти знания, тогда и качество учителей изменится. И в принципе, так как хорошим учителям будет сложно давать качественный контент в условиях ограничения их всякой бюрократии, и бюрократии станет меньше, потому что будут запросы такие. Понимаете? Чем вы больше требуете от мира, тем мир вам, в принципе, может быть... И чем больше вас будет, вы можете влиять на закон Российской Федерации. Я вам просто так могу сказать. Если сегодня просить школьника самостоятельно зарабатывать себе деньги незаконно, я надеюсь, когда-нибудь это будет законно, и это будет школьным курсом. Вот как-то так. Давай к судьбе. Ребята, у всех есть листочки? Да. Ручки? Да. Отлично. Сейчас я задам вам вопросы. На каждый из вопросов буквально полминуты уделите. Сейчас мы быстро пройдемся дома, вы это сделаете осознанно. Вопрос номер один. Что мне нравится... На чистом листочке? На чистом листочке? Ну, любом. Вопрос. Что мне нравится делать? Вам нужно пять вариантов. То есть, например, мне нравится выступать. Мне нравится учить. Мне нравится... Я могу свои вычитать. Математика мне нравится. Ну, если нравится спать. Фильм, может быть... Вот я, к примеру, написал. Делать что-то новое. Создавать. Общаться с людьми. Выдумывать. Выступать. Нести пользу. Проектировать. Путешествовать. Развивать. Играть с детьми. Ну, я папа, у меня двое детей. Вот. И так далее. Каждый пишите что-то свое. Прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Пять вариантов. Что мне нравится делать? Что тебе нравится? Тебе нравится. Не надо за нами записывать. Иначе придется делать то, что мы делаем. А конкуренцию мы не термим. По пять вариантов. Прямо нравится. Прямо кайфу идти. Вот сейчас готовы отчуда уйти и заниматься этим. Или вы, может, прямо сейчас этим занимаетесь. Да. Тихо. А вы, кстати, тоже пишите. Вам тоже полезно. Это всем полезно. У меня отец, кстати, когда вышел на пенсию, понял, что ему пчелами нравится заниматься. Всю жизнь проработал инженером. Не только. Стоит ли до пенсии ждать вообще? Готовы? Кто не готов? Все, все готовы. Вопрос номер два. Что у меня получается лучше всего? А если... Да, перекликается. Если ты считаешь, что у тебя это хорошо получается... Нравится. Если получается лучше, чем лучше всего, то... Просто если у меня получается, например, что-то ошибка, то... А под седьмой будет? Пересечения могут быть. Но вопросы специально поставлены так, чтобы заставить вас задуматься, а лучше ли всего получается то, что вы сейчас только что написали. А что, пять вариантов? А то, может быть, вам это, как его... Это лучше всего, что-то другое еще получается. Нам с вами нужно составить максимально большой список того, что вам действительно нравится, то, что у вас внутри. Вот, видишь, чем больше. А сколько вариантов? Пять. Пять. Сможешь десять писать? Пиши десять. Например, у меня получается работать промоутером хорошо. Подбегать к людям, там... Слушай, мне промоутер нужно. Я года три работал промоутером. Вот, там, школа, институт. И у меня это получается. Но не очень нравится. Но получается. У меня продавать получается. Мне нужен продавец. Ну, ты знаешь, он говорит, сын же. Готов на вопрос. Тоже по пять вариантов. По пять? Если вдруг не успеете, или нет идей, ну ничего, дома подумайте. Можете тридцать написать. Да. Если у вас прям третий паркалка. Третий вопрос. Подождите. Давайте. Очень быстро. Если что, быстро. Тогда сегодня мы вам дадим не полный список, остальные вышлем в домашнюю. Или запишите потом просто в конце. А кто придет на курс завтра? В 11 часов. Руки поднимите, пожалуйста, все, кто придет. Отлично. Обязательно анкеты заполните, которые вы давали, чтобы мы вас не потеряли. На курсе там еще больше вопросов надо будет. А там еще будут домашние, которые мы будем выгонять. Если вы не будете делать домашнее задание, мы вас будем выгонять. Бесплатные или там... Бесплатные. Да. Ну, как бы, мы с вами просто в жизнь будем играть в реальную. Если у вас когда-нибудь в жизни будет такая ситуация, что у вас будет нечего кушать, вам жизнь это не простит, правильно? Вы что-то будете предпринимать, чтобы в коробке не жить. Соответственно, вы должны что-то предпринимать, чтобы сделать домашнее задание. в тех условиях при этом соблюдать закон соответственно как бы делать домашние домашние уроки которые у вас есть получать пятерки заканчивать полугодие при этом дело что нравится кстати если кому-то нравится убивать законный способ идти на войну тогда кальянча топовая вещь ребят следующий вопрос два варианта минимум два что у тебя получается лучше других пишите что у вас получается лучше других два-три варианта лучше чем других ну не знаю у тебя подруга рядом сидит вот что у тебя получается делать лучше чем она у кого-нибудь в школе списывают у меня в школе списывают смотря что у меня кейс был прикольный у меня друг списывал физику долго долго списывал весь все контроль на работу потом ему поставили 5 а мне 4 знакомо пожалуйста все и